Дорогие соотечественники, в прошлой передаче мы с Валерием Демидевским обсуждали одну очень важную тему. Тему о том, насколько процессы, которые происходят в мировой политике, экономике, во всех остальных военных конфликтах и многое другое, насколько это все неизбежно и очень мощно отражается на наших судьбах и на том, что происходит у нас в стране. Поэтому, когда мы слышим наши политические сирены, начинают нам говорить, что типа, да при чем тут вся такая политика, это все нас не касается, не верьте. Это все от лукавого. Очень даже все касается нас. Потому что, вот как говорят древнекитайские мудрецы о культуре этой страны где-то больше четырех с половиной тысяч лет, они говорят следующее, что в капле отражается весь океан. Поэтому, в какой-то мере мы можем сказать и обратное. То, что происходит у нас в стране, есть отражение того, что происходит вокруг нас. Так вот, мы в прошлой передаче начали с того, что обсуждали. Был недавно форум всех капитанов мировой экономики, всех капитанов финансовой сферы и так далее. И банкиров, аналитиков, специалистов и так далее. И мы там пошутили, что буржуи очень озабочены тем, что сейчас везде наблюдается очень сильный подъем протестного движения. Понятно, о чем мы говорим. События в Европе недавно и другие. С другой стороны, в мире мы видим, все время растет вот эта напряженность. Мы видим, все эти войны связаны с запретами, санкциями и так далее. Мы видим, что творится сейчас в отношениях между Китаем, Соединенными Штатами Америки, России, Штатами Европы и так далее. И, конечно, это все тут же отзывается на нас. Каким образом? Самый простой вам пример. Две трети наших гастарбайтеров зарабатывают деньги в России. Эти деньги к нам приходят чаще всего в долларах. А другая треть зарабатывает деньги в Европе. Естественно, оттуда к нам приходят в евро. И стоит только пошатнуться вот как-то этим валютам, этому паритету и так далее, это тут же отражается на наших экономиках. То есть, признавьте себе, что случится, если обрушится там доллар или евро, и как это отразится на всех нас. Это только одно. Второе. Речь идет о другом, о рабочих местах. Это главная проблема, почему бегут люди. Нет хорошо оплачиваемых рабочих мест. Вот и все. Мы поражаемся с беглецов из Сирии и Северной Африки, забывая, что у нас таких людей покидает страну каждую неделю, даже каждый день. Огромное количество. То же самое на Украине происходит, тоже в других странах. Так вот, чтобы разобраться со всей вот этой сложной конструкцией, где завязана и политика, и экономика, и все эти военные конфликты. И главное, как это отражается на нас. В том числе и на вот сейчас началась избирательная кампания. Вот все это видно буквально, вот как невооруженным взглядом. Но понять, что за этим стоит, не так-то просто. Поэтому мы пригласили сегодня в студию нашего доброго знакомого, человека, которого я безмерно уважаю за его порядочность и честность, а также за глубокий профессионализм, но и за мудрость, которая присуща ему как представителям народа, который создал Ветхий Завет, то есть Библию. Приветствую, Михаил. Вот такое вступление. Как это все взаимосвязано? Я бы для начала, чтобы было понятно, что происходит в мире и что происходит в Давосе, я бы начал с началом Первой мировой войны. В результате Первой мировой войны, значит, по сути дела упали экономики Германии, Франции и Англии, в том числе, не говоря уже там об Италии, то есть все участники. И очень сильно на этой экономике нажились американцы. У них тогда был очень огромный подъем, потому что на их территории войны не было. Было кому продавать. Да, именно это происходило, и тогда впервые, всерьез и очень активно заговорили о либерализации торговли, либерализации экономики и так далее. Почему? Потому что промышленная продукция Соединенных Штатов была конкурентно способна по отношению к этим странам. Открытый рынок им был тогда выгоден. Да, открытый рынок. Сейчас, вот в Давосе, что сказано, что главная проблема, то что заканчивается либеральный рынок, и первых, кто об этом заговорили, американцы. Почему? Потому что у них появились реальные конкуренты, и они понимают, что эту конкуренцию выдержать они не могут, и поэтому они вводят различные санкции, ограничения, торговые войны. Короче говоря, глобализм закончился протекционизмом. Да, именно. И сейчас, если вы сами видите, что он идет по нарастающей здесь, ни перед чем американцы не останавливались, потому что есть прежде всего, как в Англии было сказано, нет постоянных друзей врагов, в Англии есть интересы. В данном случае есть интересы Америки, и они определяют и законы, и правила игры, и так далее, они все отыграют назад. Теперь как быть нам? Насчет правил игры, скажи пару слов. Ну, про... Это игра какая-то, правила, без правил. Правила меняется на ходу. То есть мы договоримся об одном, вы, условно говоря, начинаете действовать по этим правилам, он говорит, парень, нет, уже со вчерашнего дня мы эти правила отменили. Поэтому ты, мы осоржем. Вот здесь очень много вопросов. Если будет необходимость, мы как бы коснемся этого вопроса глуже, но я хотел бы сказать, что мы находимся на переломе истории очень большой. Это точно. Да, и сегодня в мире назревает глубокий экономический кризис. Американцы, конечно, не хотят терять свое лидерство, поэтому они воюют, прежде всего, с китайцами, заодно с россиянами. А с россиянами они, чтобы не было впечатления, что воюют против Путина, да, они воевали и против Ельцина, то есть они делали все под себя, пытались разрушить на регионы России. Только против Горбачева не надо было воевать, он сам говорил, ребята, что хотите. Нет, но там все равно были пакости очень большие, как бы нет. Это было и в начале советской власти, это было и в царской России, один только факт, что, например, двоюродный брат Николая Второго, английский король, отказался принять Николая Второго. А вот это было потло. Да, вот я, чтобы было понятно сущности и манера поведения и так далее. Потому что главное, что сегодня в мире, это каждый, как пауки в банке, стремится нанести другому укус. То есть сделать, не вырасти самому и стать сильнее, а нанести... А унизить другого. Ущерб сделать ему. Ущерб и унизить. Чтобы он упал. И вот сейчас вышла очень интересная монография, такая книга, она достаточно большая, она уже появилась в интернете. Сергей Михайлович Назарий, он описывает историю. Причем, я еще раз не знаю, потому что это научный труд, да? Да, недавно была презентация. Да, 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 да. И она, ее можно найти в интернете. И там очень детально, вот очень публицистично, несмотря на то, что это научный труд. Я, например, читаю как художественную литературу, потому что там... Назарий у Сергея редкий, это самый, талант. Он умеет очень сложные вещи и понятия выражать доступным, обыденным языком. Это очень редко. И он описывает предысторию Первой мировой войны, кто, кого, как они друг друга делали, какие пакости все. Англичане, французы, немцы, японцы, США и так далее, как они пытались и как они принимали в своем же лагере, да? Та же, допустим, Антанта, в своем же лагере принимала решение по сути дела против своих союзников. Потом период между Первой и Второй мировой войной и Второй мировой войной. Поэтому никто интересует по-настоящему историей, событиями, именно... Глубинный смысл. Глубинный смысл. И как вели себя политические лидеры того времени, насколько это было мерзопакостно. И подло. Чувство омерзительности у меня. И подло было. Как же эти люди... Смерть людей за этим стояла, кровь. И как они после этого друг друга жали руки и договорились и так далее. Вот это просто такое небольшое отступление. Теперь, что делать нам? Да, мы маленькая страна. И как маленькая шлюпка в океане, который штормит, бросает из сторону, значит, есть два пути. Либо закачивать воду и постепенно идти к разрушению, идти на дно. Либо как целый ряд малых стран успешных, находить свой ветер, свой полуресурс и подниматься. Я здесь же как-то говорил о том, что я преклоняюсь перед двумя странами, которые абсолютно разные по своему политическому устройству, по традициям. Но эти страны многонациональны, многоязычны, многоконфицизионны. Это Сингапур и Швейцария. И подскажем, и обе страны, малые страны, не обладают особыми ресурсами, залежей, золота. Сингапур – это город, там ни одной морковки не выращивают, ни помидоры, ничего. Да и Швейцария, одни скалы, горы. Да, да, да. Ну, тут можно сказать и Израиль, но Израиль, он монолитен, потому что там как бы еврейское население. Ну, тоже самое в таком противостоянии. А тут именно, как у нас, многонациональное. Национальное и многоязычное. Ну, например, в Швейцарии немецкий, французский, итальянский, ретро-романский. Четыре языка. Да, ретро-романский язык. Значит, кантоны. Все решается посредством референдума. Но очень жесткая, жестокая дисциплина. Самая сильная... То есть, правил во время игры там никто не меняет? Там, значит, самая сильная армия... Почему Гитлер, вот многие говорят, почему Гитлер не пошел на Швейцарию? Казалось, мог бы раз-два и взять. Да, и там банки... Но объясняют тем, что там, значит, банки, и он, типа, там хранил свои сбережения. А Базель, Цюрих... Да, 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 да. Не поэтому. Самая сильная армия в мире, это швейцарская. Там обязательный призыв. Каждый является постоянно, пока он, будем говорить, в военноспособном возрасте, он находится на службе. Он обязательно должен явиться на сбор. За ним закреплен конкретный ДОТ, там танки и так далее, и так далее. Он дома хранит оружие. И если, не дай бог, он не явится на этот сбор и так далее... Это предатель. Это судебное разбирательство. Предатель. Да. Значит, кроме того, значит, вы обратили внимание, там идеальная чистота. Вот и в Сингапуре... Я еще на одно обратил, что швейцарские гвардейцы Папы Римского сколько сот лет... Прислужат в католической церкви, да, в Ватикане. Кто мужественно сто человек против многотысячной армии защищали Папский дворец, правда, там фермопилы, именно они. Это удивительные люди. Так вот я об этом говорю, что именно потому, что страна, там все друг друга любят. Может быть, не так искренней любовью, как мужчина, как мужчина и женщина. А именно, они друг другу чувствуют плечо. И самое страшное... Дорогие соотечественники, вот сейчас Михаил Пойсик произнес удивительные слова. В чем сила Швейцарии? И в чем сила, я думаю, и Сингапура? В единстве. Судя по тому, как я знаю, там и люди любят друг друга. Это альфа и омега любого государства, любого человеческого сообщества. Спасибо. И у нас сегодня самая главная проблема, то что у нас страна расколота. Прежде всего, по национальному языку он признан и так далее. Причем, вот последние, когда были события, там, когда полицейский на юге штрафанул, не захотел разговаривать на русском языке. Я не буду говорить, кто прав, кто виноват. Но в отзывах, которые были по интернете, там уже было сплошной яд и желчи, ненависть одной стороны по отношению к другой. Никакой любви и уважения друг к другу. Вот это самое страшное. То есть, пока страна реально не объединится, потому что у нас считают, что страна разразнена Приднестровьем. Приднестровье – это, видимо, часть водораздела, который проходит через нашу страну. Географически, видимо. Да, да. А раскол сердца вот тут происходит. Вот тут, и он происходит. И вот дурь в головах. И вот здесь в Кишиневе. Вот пока мы не будем едины, пока мы не будем едины, никакие реформы, никакая благополучная помощь не создает благополучие этой стране. То есть, люди должны понять, что мы должны быть вместе. И не покосить друг другу, не поступать, вот как Ефремов есть такая строчка, как он говорит. Богатеет мой сосед, часу краше. Хорошо меня, да нет, хуже не бывает. Понятно, да? Да, вот сейчас вот. Вот примерно в этой стране. И второй момент, который как бы я отразил бы, это то, что вот, ну, у меня по жизни как бы добилось быть и руководителем крупных предприятий, и замминистра, и так далее. То есть, у тебя большой практический опыт. И вот у меня опыт выражается в чем? Что если я приезжаю на предприятие и вижу, что на предприятии грязь не покрашена, и так далее, и так далее, я могу же дальше не смотреть ни бухгалтерские балансы. Ни бухгалтерские балансы, ни диаграммы, ни графики. Мне же понятно, это все. Все видно, это все. И вот я просто могу сказать, что вот в Сингапуре, при том, что там отсутствует своя вода, вода привозная, там каждое утро мой тротуар с шваброй и с краникой и так далее. Уже было понятно, да? Значит, скажем так, вот если верить Сингапур, рядом индусы, рядом эти древние китайцы, древние цивилизации, там сказано так, что не может быть вот эта духовная чистота, когда вокруг тебя грязно. Да, именно это. Единственное исключение есть. Лотос расцветает в болоте, но болото – это не грязь. Нет, это вода. Это природная вещь. Вода, в котором большие органические осадки выпали. Значит, поэтому вот это, наверное, главная проблема. И уже на фоне того, что у нас как бы раскололось сообщество и так далее, общественное мнение манипулирует. И страна очень… Натравливает людей друг на друга. Натравливает друг на друга. И, конечно, можно говорить о том, что у нас ВВП еле движется и так далее, потому что она в первом квартале, потому что там же получилось. Как у нас? У нас в прошлом году, в первом полугодии, в первом полугодии было жарко. И урожай сельхозпродукции, он созрел не в третьем квартале, а во втором. И поэтому кричали, о, ВВП у нас выросло на 5%, начался устойчивый рост. А потом в третьем минус, четвертом минус. И в итоге мы вышли валовую продукцию сельскохозяйства минус 1,1%. Да какой же это рост? Вы мне извините. И в целом, то есть, вот тут рост небольшой, который у нас за годы проевропейское управление, считайте, за десятилетие, это где-то уровень 3,2%. А если учесть, насколько мы отстаем от среднего уровня европейских стран, это надо более 100 лет, чтобы догнать их, если они будут стоять на месте. Вот поэтому. То есть, скажем так, если мы возьмем не просто какую-то динамику, показатели, это, помнишь, кто это сказал, что есть три, значит, вида лжи. Ложь. Наглая ложь. Наглая ложь и статистика. Да, да, да. И вот теперь, вот я хотел бы сказать, что самое главное все-таки достояние народа, это не природные ископаемые. Это люди. И их менталитет. Да, люди. И вот я хотел бы, чтобы в этом вопросе обратить внимание на качество человеческого потенциала. Значит, у нас, в принципе, в принципе, вот если взять за последние 10 лет, да, численность населения там не очень сильно упала, да. Но у нас кардинально произошло старение населения, то есть количество людей. Активного, скажем, уменьшается, 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 как шагрение вопросов. И у нас сегодня количество пенсионеров, то есть тех людей, которые старше 60 лет, 17,7%. Думайтесь, 17,7%. Это исторический максимум. В то же время рождаемость, рождаемость, да, у нас кардинально упала. Если при советской власти у нас было больше 20 детей, раздалось на тысячу жителей, значит, в прошлом году у нас родилось всего 9,7 ребенка. И сегодня демографы говорят... То есть более чем в два раза упала рождаемость. Да, да, да. А это очень опасный признак. И теперь представьте себе ситуацию какую. То есть вот то стареющее, убывающее население, которое у нас... И демографы говорят, что в ближайшие 20-30 лет население сократится вдвое. Мы придем, наверное, к тому, что писал Пушкин, если помните, пустынная страна, да, в Молдовом и Сараби. Да, да, да. Значит, но тогда были другие... Помнишь, здесь Ливи райсеверной пустыню облашая, вот так воспринимал. Да, значит, то мы сегодня... Было мало населения. Да, и вот... Пришли оккупанты, и население резко увеличилось, да? А потом пришли эти освободители, и народ стал уезжать. Да. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что меняется очень кардинально качественный состав населения. То есть уезжают наиболее молодые, активные, подготовленные и так далее. То есть получается, самая бедная страна в Европе из последних сил готовит людей, да? Да. А они не остаются здесь создавать ВВП, а они уезжают за рубеж. И потом присылают... То есть самое ценное, что есть на свете человеческий капитал, возвращенный у нас, нашими семьями, нашей страной, он вместо того, чтобы включиться в созидание, он уезжает из страны. И не просто уезжает, а происходит фильтрация, то есть отбирается сливки. Самые активные. Самые активные сливки. И вот я в этой связи хотел бы вот такие цифры интересные назвать. Наверное, вот те страны, которые очень сильно поднялись, вот не только, допустим, Сингапур и другие, потому что Сингапур в 60-е годы, он имел ВВП 300 долларов на человека. Кстати, уровень коррупции там зашкаливал. Да, да, да. А к 90-му году уже имел 30 тысяч долларов. Представляете? В 100 раз. Потому что сумели объединить страну. Люди начали уважать и любить, и ценить друг друга. Да, да, да. Несмотря на то, что там и китайцы, и индусы, и синхи, и малайцы, и мусульмане, и христиане. И куча языков, и диалектов. Да, да, да. Вот все это в рамках одного города. Вот, чтобы было понятно. Я приведу такие цифры, очень, наверное, показательные и так далее. Что у нас творится с образованием? Об этом, как-то, этот вопрос замалчивается. Но если вы возьмете, опять же, официальную статистику и сравните количество детей в возрасте 7-15 лет, которые учатся с 1 по 9 класс. То получается, что у нас детей на 20%, даже 22% больше, чем тех, которых учатся. То есть, даже вот эти классы не все охвачены учебой. Конечно, кто-то из них уехал с родителем, они числятся здесь и так далее. Но, согласитесь, уехало не 20% детей. Они вне процесса обучения. И не только обучения, но, главное, воспитание, образование. Они представлены сами себе. Да. Я не говорю о том, что сегодня оплата в школах ведется по принципу количества учащихся. Поэтому даже те, которые учащиеся учащиеся, они фактически так и не являются, они просто не приходят на школу. Но преподаватель ставит им какие-то отметки, что-то делает. Раз в месяц приходит, он вынужден их держать. То есть, на бумаге все как-то. Да, на бумаге. То есть, даже эта цифра является завышенной. Второй показатель очень показательный. То есть, если вы сравните теперь детей от 16 до 19 лет, это 10-й, 12-й класс, то есть, старшая группа, там больше всего 20% охваченного учебы. Кошмар. Вы представляете, да? Кошмар. Причем, могут сказать, что количество, ну, у нас же есть профтехучилища, у нас есть вузы, у нас есть колледжи и так далее. Там цифры просто не сопоставимы по численности, я сейчас не буду как бы загружать. В чем причина этого? Сейчас я этот, последнюю мысль хотел сказать. И вот я хотел сказать, прошло всего 10 лет. Прошло всего 10 лет. И я хотел бы, вот количество студентов. У нас было 425 тысяч, стало 290. То есть, численность этой возрастной группы сократилась на, где-то на треть, а численность студентов сократилась почти в двое. Уже пропорция о многом говорит. Да, да, да. Теперь то же самое по профтехучилищам и этот. Значит, профтехучилищ было 31,7 тысяч, стало 13,9. Опа, обвал полный. Извиняй, 17,4. Все равно обвал. 17,4. То есть, те же два раза. Да, обвал. Значит, в колледжах было 24,3, стало 13,9. Тоже два раза. Тоже самое. За 10 лет. Это что, большой исторический... Как раз те 10 лет, кто у нас про-европейцы? Да, вот это самая главная трагедия, о которой, как бы, не... Будем говорить так, ее замалчивают. Миш, смотри, это ирония судьбы, что помнишь, кричали, хотим в Европу, и в результате остались без активного населения. Теперь... Это помнишь, как там чемодан, вокзал, Россия, и первые поехали на заработки ребята именно туда. Теперь... Вот ирония судьбы. Миш, на секунду прервем цифры и буквы, а поговорим о сути глубинной. Потому что мы все прекрасно знаем, последние Нобелевские премии, которые давались в экономике, в основном за что? За мотивацию. Потому что... Что такое экономика? Это мотивация. Смотришь, одна страна без ресурсов, скалы одни, горы, ничего там вроде нет, а она процветает. Ну вот Израиль, я же. Да. Отличный пример. Тоже сих опор. Да, и наоборот, вроде, так все есть, земля, вот у меня вот китайцы, мои, так сказать, знакомые, там и Дипкорс, и другие, благо я там работал, они поражаются, они говорят, а я тоже видел их землю, потому что был в разных районах Китая, говорят, у нас глина и песок, а у вас чернозем. И потом, они, ничто так китайцев не удивило, они однажды видели траншею вырытую, и они посмотрели, а там полтора метра чернозема. Они стали кричать и созывать своих, говорят, смотрите, что тут есть. И они, и один из них, Го, он уже уехал, пошутил, говорит, эх, моих бы односельчан бы сюда, мы бы, говорит, тут колхоз-миллионер бы сделали, ну не колхоз, а методу, кооператив, вот, ну я в шутку говорю. А колхоз это и есть кооператив, это же кооперативно. Да, и он говорит, что мы бы тут миллионерами стали. И вопрос, а почему нет? А почему, разве у нас не было этого? Было, и неплохо. Ведь был... Союз кормили. Да, был цветущий сад, цветущий... Миш, я не зря пошутил про оккупантов, помнишь, там, оккупанты, понимаешь, что это все. Когда смотришь про оккупантов, демографический рост, страну подняли из руин, всю инфраструктуру, заводы, фабрики, и какие-то неправильные оккупанты, вот... Орошаемых земель было. А зато пришли правильные освободители, и как-то все так куда-то делать. У нас было почти 300 тысяч гектар орошаемых земель, а сейчас их нет, там... Это ж золото. Ноль сейчас, там буквально несколько гектаров, как бы... Орошаемая земля при полтора метра, это китайцы не зря показывали пальцами друг другу, это ж золото. Да. Вот поэтому... А наши фермеры перекрывают дороги, там еще что-то, потому что государству вроде как наплевать на их судьбы. А сегодня мы экспортируем в Евросоюз меньше 1% яблок. Так. Понятно, да? И экспортируем ни помидоры, ни лук, ни морковку, ничего. Наоборот, мы импортируем, да? Значит, я не говорю о том, что мы импортируем семена, раньше производили сами. А экспортируем в Евросоюзе многократно это говорил. Пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи. Вот как бы основные наши сферизиастные культуры. И все. Да, потому что нравится, не нравится, но вот, например, если говорить о яблоках, то мы... Вот я много раз говорю, когда начинаю говорить плохо о России, я говорю, да ты не люби Россию. Не надо любить. Не надо любить. Уважать надо. Да не надо уважать. Не уважать надо. Всех надо уважать. Это правильно. Вот он такой. Но когда человек на базаре продает что-то, он что смотрит тебе в паспорт, на каком языке ты говоришь? Он смотрит, думает, кому продать. А мы сегодня... И почем и что? Да. А мы сегодня 97% яблок продаем в России. 87% косточковых, в основном, гликоса. А, яшня, черешня, слива, гликоса. Вот о чем надо говорить. Если мы в Евросоюзе не продаем ни одного килограмма мяса, ни одного килограмма молочной продукции, у нас же с 2014 года, когда начались обнуляться почвены, у нас экспорт вырос в разы. То есть импорт вырос в разы оттуда. Именно животновской продукции. Мы убиваем свое сельское хозяйство. То есть покупали у кого-то, мы убиваем своего производителя. Конечно. А потом этот производитель едет к ним, производит там и убивает как бы собственное... Удивительно. Нет, но если бы он производил, он же в основном работает батраком там. Нет, так он... В основном так... Многие же работают и в сельском хозяйстве. Нет, так я говорю как... На сборе такие что-то, что это... Юмор, который я имел в виду. Получается, что от того, что мы покупаем в немеренном количестве импорт, закупаем сельхозпродукции, мы уничтожаем нашего производителя. Наш производитель без работы уезжает туда и начинает производить то, что потом продает опять у нас. Бумерангом возвращается, и он становится из конструктивного элемента, он там через эту механику в деструктивный получается. Это жуть какая-то. Причем я о такой цифре, которая как бы постоянно власть бравирует, что у нас вырос поступление в бюджет на 15%, там чуть даже меньше, но я округляю цифру. Но при этом не говорят о том, что у нас на 22% или 23% вырос импорт, а в составе государственного бюджета более 60% составляет НДС от импорта и от акцизы. Так, ребята, в чем же ваши заслуги? Нет, получается, у нас главные производственники в стране, которые пополняют бюджет, это таможня и ФИСК. Да. Так получается. Где, в какой стране мира, слышно, чтобы таможня и это были основными гарантами бюджета. Я бы ни такого не слышал. А у нас так. Именно таможня получается. А деньги откуда Зин? Помнишь, где деньги Зин? От кастербайтера, который зашли сюда. Не дабы им заработать тут. И поэтому здесь я еще в одном иллюзии, который пытается как бы внедрить сознание. Это рабочие места. Я тоже неоднократно говорил. Очень важно. Значит, почему? Потому что в мире, вот если обратили внимание, и при Трампе основной посыл, у нас выросло количество рабочих мест, сократилось количество безработных. Это главный показатель. Если власть сработала так, что рабочие места выросли, потом можно рассуждать за счет чего, какие другие макроэкономические показатели. Но если рабочие места сократились, о чем другом вы не говорили, власть сработала плохо. Это уже жирный минус, и ей как бы с этого уже не отмыться. И вот что у нас произошло, опять же, за 10 лет, за годы проевропейского правления. По рабочим местам мы говорим сейчас. Вот они сказали, что они за последний год рабочие места выросли. Я сейчас расскажу, как это. Смотрите, если мы возьмем 2008 год, у нас было... 10 лет тому назад. Да. У нас в неформальном секторе, то есть те, которые работают по черному, по серому, ну по серому, это все-таки по белому работают. Я имею в виду те числа, которые не имеют ничего, то есть неформальный сектор, который не формализован, не платит налог и так далее. Но статистика считает. Вот вы, например, выращиваете там на присадинной участке у себя дома что-то 20 часов в неделю, вы считаете занятым. Значит, это одна из форм. Но в принципе, если вы торгуете и так далее, как неформальный сектор, было 422 тысячи, стало 601,7. То есть прибавка 180 тысяч. Причем интересный здесь момент, интересный момент. Зачем это говорит? Я сейчас объясню, сейчас расскажу. Из них, из этих 170 тысяч, там больше где-то 92 или 93 тысячи, не помню. Значит, это прибавка в сельском хозяйстве, работников сельского хозяйства. Значит, смотрите, валовая продукция упала на 1,1%, а количество занятых в сельском хозяйстве выросло на 92 тысячи. Красота! Как это чудо! А почему? Потому что у них половина занятых в сельском хозяйстве до 2018 года было. Сейчас просто нет еще отчетности за 2018. За 2018. Именно это. Нет, именно это. Половина занятых в сельском хозяйстве производили продукцию исключительно для личного потребления, не на продажу. Какой же это... Опа! А записали... Да, что созданы рабочие места. Я именно вот это хотел... Помнишь, Иосиф Васильевич говорит, не важно, как избирать, главное, как голоса считают. Тут и так, не важно, как работает экономика, главное, какую статистику накрутим. А вот официально, например, цифры, те, которые заняты формальным сектором, которые платят налоги, да? Значит, было 887 тысяч, стало 775,6. Еще раз повторяю, это очень важно. 887, 775,6. 110 тысяч человек ушли. Это из промышленности, это из строительства. То есть, из тех, кто обеспечивает государство, вот налогоплательщики активные... Да, которые хотя бы часть зарплаты получают по белому. Не важно, но это те, кто реально что-то дает. И их сократилось на сколько получается? На 110 тысяч. Против? Против, опять я говорю, 2008 года. Нет, против какого числа, 2008-го, получается? Нет, это берется все этот... Миша, Миша, я другое хочу. Я объясню. Смотри, я со стороны телезрителей, я задаю вопросы как бы не от себя. Вот я телезритель, я смотрю на тебя как бы через экран и задаю вопрос. И так ты назвал цифру, сколько ушло. А от сколько было, еще раз повторяю? 887,3 и 775,6. Осталось. Значит, огромное количество трудоспособного, активного, которое так или иначе... Рабочие места. Рабочие места, они испарились. Испарились. Вот в этом проблема. А за эти 10, ровно за те 10 лет, что говорили, Европа нам поможет, и мы движемся. А если говорить о прошлом годе, то есть о седьмом годе, о семнадцатом годе, то было 787,775,6. То есть получается тоже 12 тысяч минус. Ну вот так. Вот. То есть это как бы тенденция, вот такое сокращение. Это как бы такие... То есть люди бегут. Бегут, бегут за страну. Люди бегут, и сегодня одна из основных проблем, которые, когда приходят инвесторы, они не могут найти квалифицированную рабочую силу. С одной стороны у нас обучение падает, с другой стороны рабочие места сокращаются, и мы по сути дела идем к деградационному тупику. Вот в этом проблема. В этом проблема. Ты знаешь, Миш, тут еще я бы другое хотел сказать. Вот я как-то слушал выступление Игоря Николаевича, и он говорит, он экономист, он хорошо. Доктор экономики. Человек подготовленный. Министр экономики. Он, кстати, приезжал ко мне в Китай, когда он еще был вице-министром экономики, и мы с ним делали, это был на дворе 2005 год, первое у нас был саммит бизнесменов из Китая и Молдовы, пытались найти контакты и так далее. Я так посмотрел, он довольно хорошо подготовленный, прекрасно все там. Там в министр экономики нельзя быть не подготовленным. Очень подготовленный мужик. И он мне говорил такие вещи, когда я спрашивал, вот какая у нас беда, какая проблема. Он говорит, Виктор Иванович, она еще толком не видна, это был 2005 год. Говорит, депопуляция страны и потеря самого активного, говорить элемента. И мы ничего не делаем для того, чтобы и готовить, и удержать. Вот мне кажется, это как раз то, что ты говоришь. Это в 2005 году. Да, я вот если, такую еще цифру, тоже пару цифр интересных. Вот мы говорим о том, что у нас упало почти в два раза количество студентов вузов, да, но при этом мы готовим треть из готовых специалистов. Это юристы и экономисты, а работа в сельскохозяйстве только 1,3%. 1,3%. То есть структура тех, кого мы готовим, абсолютно не отвечает той структуре экономики, которая у нас в стране. То есть, скажем так, ту часть, которая должна обслуживать вот эту, у нас разбухает. А те, кто производит непосредственно товары и услуги, и для кого и нужны эти адвокаты, экономисты, эти все, значит, они куда-то испаряются. Ну, тут надо сразу признать, они не просто то, что неправильно готовятся. Надо сказать, что те, кто они после получения образования, они уезжают. Это как раз вот те, которые... И потом работают часто совсем на других работах. Да, совсем не по той специальности и так далее. Значит, и еще, наверное, очень такой важный момент. То есть, ну, это так просто как бы одну скажу предварительно такую ремарку. Когда называют, что создано предприятие, не говорят о том, сколько выбыло. У нас, к сожалению, каждый год количество выбывающих предприятий на треть больше, чем те количество, которых создается. То есть так, мы до сих пор говорили о том, как выбывают, вымываются у нас активные кадры, а теперь мы говорим, что и предприятия предприятия испаряются и исчезают. То есть, на каждое созданное... А как нам обещали, что пойдут инвестиции из Европы? Сейчас по инвестициям скажем. Во что инвестиции? Прямые иностранные инвестиции внутренней экономики у нас сократились, опять же, с 2008 года в три с половиной раза. Был 811, упало до 200 примерно, но я не об этом хотел сказать. Значит, есть еще такой показатель, как инвестиции в долгосрочные материальные активы. Что это мудренное название? Объясни теми зрителям. Значит, вот вы покупаете станок, оборудование, землю... Какие-то активы, понятно. Да, да, долгосрочные активы. И есть нематериальные активы. Вот два года у нас взяли, объединились, чтобы разорвать базу, чтобы было несопоставимо. Теперь стали просто в долгосрочные активы. Туда нематериальные активы. Ноу-хау, технологии. Все понял. То есть, такие вещи, которые остро необходимы при любой деятельности, производящей товары и услуги, но которые не забиты нигде. Они не в килограммах, ни в метрах, ни в деньгах. Да, да, да. Они в деньгах, потому что, если вы покупаете технологию, она в деньгах. Я согласен. Но все равно это завуалировано и скрыто. Или бренд вы покупаете. Все равно завуалировано и скрыто. Но я хотел вот сказать, какой показатель. Игра очень интересная, как у нас власти. Вот они говорят о том, что у нас в 2017 году, потом я перейду к 2018. В 2017 году, значит, по сравнению с 2016 годом, инвестиции, уже в долгосрочные активы, то же я сказал, выросли на 3,5%. Вроде как. Вроде да. Но при этом не говорится, что за счет средств бюджета выросли на 46%, и за счет местных бюджетов на 38,3%. То есть за счет бизнеса внутреннего и иностранного там минус. То есть они берут кредиты. Кредиты вкладывают, вот финансируют бюджет. Потому что денег, по сути дела, в государственном бюджете для такой финансирования нет. Миш, у нас остается 1-2 минуты. Все. Теперь я скажу только 2018 год. Рост 13,5%. Рост в год бюджета в 2,4 раза. К тому росту еще. А местных бюджетов на 31,9%. То есть, понятно, да? Да. То есть, и сегодня, я просто хочу сказать, что у нас внешний... Обратись сейчас к нашим, под конец передачи, дорогим соотечественникам. Мейн, главную идею. Главная идея заключается в том, что у нас есть все для того, чтобы быть богатыми и счастливыми. У нас, наверное, не хватает только ума для того, чтобы любить друг друга и подставлять плечо. На те проблемы, которые являются, которые выпячиваются как основные, это проблемы. Но не они первые. Но они первые. Наши проблемы, мы должны быть вместе. И только вместе мы сможем построить процветающую страну. Огромное спасибо. С нами был Михаил Пойсик. Обратите внимание, человек, который блестяще владеет статистикой. Он прекрасно знает, как с помощью статистики оболваниваются люди и, наоборот, что она реально выражает. Но обратите внимание, в этой всей кутерьме и катавасе, которая сейчас происходит и на международных рынках, и на политических рынках, и все, что творится в мире. И главное, все, что безусловно отражается на нас, и мы видим, что творится у нас, неожиданно Михаил Пойсик говорит, экономист, статистика, все такое. Он говорит не об этом, он говорит о главном. У нас есть все для того, чтобы подняться с колен. Для этого надо только одно, быть вместе и уважать друг друга. Желаю вам удачи. Будьте бдительны. И верьте в будущее. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok